Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видосе мы разберемся с интересным вопросом. Удаленного управления Android с компьютера в приложении AirDroid. Бесплатное приложение AirDroid для телефонов и планшетов на Android позволяет использовать браузер или отдельную программу для компьютера для удаленного управления вашим устройством без подключения его по USB. Все действия осуществляются по Wi-Fi. Для использования программы компьютер, ноутбук и Android устройства должны быть подключены к одной Wi-Fi сети. При использовании программы без регистрации и если пройти регистрацию на сайте AirDroid, то удаленно управлять телефоном можно и без роутера. С помощью AirDroid вы можете передавать и скачивать файлы фото, видео, музыку и другое с Android, управлять SMS с компьютера и отправлять тоже можно SMS с компьютера через ваш телефон, проигрывать хранящуюся там музыку и просматривать фотографии. Также управлять установленными приложениями, камерой или буфером обмена. При этом для того, чтобы все это работало, не потребуется устанавливать что-либо на компьютер. Если вам требуется только отправка SMS через Android, рекомендую использовать официальный способ от Google. У нас есть такое видео на канале Компьютерная Академия под названием «Как получать и отправлять SMS Android с помощью компьютера или ноутбука». Если вам наоборот требуется управлять компьютером с Android, средства для этого вы можете найти в нашем видеоролике под названием «Лучшие программы для удаленного управления компьютером». Также существует аналог данного приложения, подробно рассмотренный в материале в нашем видеоролике под названием «Удаленный доступ к Android в приложении Аир Море». Итак, первый вопрос нашего видоса «Установка Аирдроид, подключение к Android с компьютера». Итак, скачать Аирдроид вы можете в магазине приложения Google Play. Ссылочка будет опубликована в описании под нашим видео. Итак, после установки приложения и нескольких экранов, все будет на русском языке, на которых будут представлены основные функции, вам будет предложено войти или зарегистрироваться, создать учетную запись Android, либо войти позже. При этом без регистрации вам будут доступны все основные функции, но только в вашей локальной сети, то есть при подключении и компьютера, и вашего телефона или планшета к одному роутеру. Итак, на следующем экране отображаются два адреса, которые вы можете ввести в адресной строке браузера для того, чтобы подключиться к Android с вашего компьютера. При этом для использования первого адреса нужна регистрация, для второго только подключение к одной беспроводной сети. Дополнительные возможности при наличии учетной записи следующие. Доступ к устройству откуда угодно из интернета, управление несколькими устройствами, а также возможность использовать приложение AirDroid для Windows. Плюс к основным функциям добавляется получение уведомлений о звонках, смс сообщений и другое. Полезно. Итак, давайте рассмотрим главный экран приложения AirDroid. Итак, после ввода указанного адреса в адресной строке браузера и подтверждения подключения на самого Android устройства, вы увидите достаточно простую, но функциональную панель управления вашим телефоном или планшетом. С информацией об устройстве. Свободная память, заряд батареи, уровень сигнала Wi-Fi и так далее. А также иконками для быстрого доступа ко всем основным действиям. Итак, рассмотрим основные из них. Важное замечание. Если у вас автоматически не включился русский язык AirDroid в этой программе, вы можете выбрать его, нажав по кнопке АА в верхней строке страницы управления. Итак, как передать файлы на телефон или скачать их на компьютер. Для передачи файлов между компьютером и вашим Android устройством нажмите иконку файлы в AirDroid в браузере. Откроется окно с содержимым памяти, именно SD-карта будет вашего телефона. Управление мало чем отличается от управления в любом другом файловом менеджере. Вы можете просматривать содержимое папок, загружать файлы с компьютера на телефон или скачивать файлы с Android на компьютер. Поддерживать комбинации клавиш. Например, для выделения нескольких файлов следует удерживать клавишу Ctrl. Файлы на компьютер загружаются в виде одного zip-архива. Правым кликом на папке вы можете вызывать контекстное меню, в котором перечислены все основные действия. Удаление, переименование и т.д. Следующее. Чтение и отправка смс с компьютера через Android телефон. Управление контактами. По иконке сообщения вы можете получить доступ к смс-сообщениям, хранящимся на вашем телефоне. Вы можете их просматривать, удалять, отвечать на них. Кроме этого, можно писать новые сообщения и отправлять их одному или сразу нескольким адресатам. Полезная вещь. Таким образом, если вы много переписываетесь по смс, переписка с компьютера может быть много удобнее, чем использование экрана клавиатуры вашего телефона. Важное примечание. Для отправки сообщений используется телефон. То есть каждое отправленное сообщение оплачивается в соответствии с тарифами вашего оператора связи. Так же, как и если бы вы просто набрали и отправляли вот эти смс-ки со своего телефона. Кроме отправки сообщений в Airdroid вы можете удобно управлять вашей адресной книгой. Имеется возможность просматривать контакты, изменять их, организовывать их в группы и выполнять другие действия, обычно применяемые контактом. Вот это вот полезная штука. Наводим порядок. Двигаемся дальше. И теперь управление приложениями. Пункт приложения служит для просмотра списка установленных на телефоне приложений и удаления ненужных при вашем желании. В некоторых случаях, на мой взгляд, такой способ может оказаться более удобным, если требуется навести порядок на девайсе и разобрать весь скопившийся там за долгое время хлам. По кнопке установить приложение вверху справа окна управления приложениями, вы можете загрузить и установить файл APK с Android приложением с компьютера на ваше устройство. Тоже удобно. Двигаемся дальше. Итак, проигрывание музыки, просмотр фотографий и видео. В разделах изображения, музыка и видео можно отдельно работать с файлами изображения и видео, сохраненными на Android телефоне или планшете. Или наоборот, отправить файлы соответствующего типа на устройство. Если вы снимаете фото и видео на свой телефон или держите там музыку, то с помощью AirDroid вы можете просмотреть и прослушать их на своем компьютере. Для фотографии имеется режим слайд-шоу. При прослушивании музыки и музыки отображается вся информация о композициях проигрываемых. Также, как и при управлении файлами, вы можете загрузить музыку и фото к себе на компьютер или скинуть их с компьютера на Android. В программе также присутствуют и другие возможности, такие как управление встроенной камерой устройства или возможность сделать скриншот экрана. Ну а теперь дополнительные возможности приложения AirDroid. На вкладке инструменты в AirDroid вы найдете следующие дополнительные возможности. Итак, простой файловый менеджер, следующее средство записи экрана, функция поиска телефона, управление раздачей интернета и включение уведомления Android о звонках и SMS на рабочем столе компьютера. Дополнительные возможности при управлении в веб-интерфейсе включают в себя следующие звонки с использованием вашего телефона, кнопка с изображением телефона трубки в верхней строке, также управление контактами на телефоне, вот это вот удобно, очень хорошо. Следующее создание скриншотов и использование камеры устройства. Ну вот некоторые последний пункт может даже и на некоторых аппаратах не работать, ну такое. Ну и следующий доступ к буферу обмена на Android, тоже полезная вещь. Ну и по окончании нашего видео давайте рассмотрим приложение AirDroid для системы Windows. При желании вы можете скачать и установить программу AirDroid для Windows. Для работы требуется, чтобы и на компьютере и на Android устройстве вы использовали одну и ту же учетную запись AirDroid. Итак, помимо основной функции передачи файлов, просмотра звонков, контактов и смс-сообщения, программа имеет некоторые дополнительные опции. Давайте мы их рассмотрим. Итак, первое. Управление сразу несколькими устройствами. Полезнейшая вещь. Следующая функция управления вводом на Android с компьютера и управление экраном Android на компьютере. Хорошая вещь, но требуется root доступ. Следующая возможность быстрой передачи файлов на устройство с AirDroid, находящееся в одной сети. Тоже неплохо. Следующая. Удобные уведомления о звонках, сообщениях и других событиях. Также отображается виджет на рабочем столе Windows, который при желании можно убрать. Тоже полезнейшая функция. Ну и скачать AirDroid для Windows можно по ссылочке, находящейся под нашим видеороликом. Просто и надежно. Так что интересная программа. Прошу обратить на нее внимание. Она принесет много пользы. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт Remotka.pro. Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно.